Бисмиллахи рахмани ррахим, альхамду лиллах, ассалату ассаляму аля Расулиллах, аля алиху ассабих аджма'анин аммаба'ад. Прежде чем завершить начатый нами разговор про науку САРФ, хотелось бы поговорить о минимальном и максимальном количестве букв, которые могут иметься в арабских словах, как в именах, так и глаголах. Мы уже упоминали, что минимальное количество букв в арабских словах, склоняемых именах, а также глаголов являются тремя буквами, будут три буквы. Например, байтун дом по модели фаалл, и глагол фатаха открыл по модели фаалл. А что касается четырех буквных слов, имен и глагола, то они могут быть как первообразными, то есть содержащими только корневой буквы, как, например, имя джа'фан по модели фаалл, глагол дахраджа по модели фаалл, а также четырех буквные слова могут быть и производными от трех буквных слов. путем добавления одного буквы, например, имя Мактабон, по модели Мафалун, то есть имя места действия, с добавлением буквы Ми в начале, а также, например, глагол Ахсана, Ахраджа, по модели Афалла, с добавлением Хамзы в начале, коренной основе Хасана. А что касается пяти букв на слово, первообразной формы, то здесь мы имеем дело только с именами, как мы уже говорили, так как только имена могут быть состоящими из пяти корневых букв, например, Сафарджун, по модели шаблона Фааллалун, Фааллалун, то есть Фааллалун в основе, тогда как глаголы не могут быть состоящими из пяти корневых букв. Если перед нами глагол, есть глагол состоящий из пяти букв, то мы уже знаем, что он образован или от трех буквного глагола путем добавления двух букв, например, глагол Ик-Татаба с добавлением Хамзы и первый из двух букв Та, корня основы Катаба, то есть получается три плюс два приводит к пяти, или же это будет пяти буквный глагол, образован от четырех-буквного глагола путем добавления одной буквы, от четырех-буквенного глагола путем добавления одной буквы к четырех букву корням например, ТА ДАХРДЖА по модели ТАФА ALALАЛА с добавлением ТА в начале корня ДАХРДЖА, та же самая картинка будет в именах, например Definitely Pad Ик-Татаба с именами Пяты буквы, имя Султанин по модели Фуаллер арм Yazan образована от трех буквы корням Сын ламта, в этом добавлении двух букв алифа и нуна в конце, а также пятибуквные имя, например, тадахаруджун по модели тафаалун, образованного от четырехбуквного корня основы дахаруджун. А что касается шестибуквного слова, то здесь ни имя, ни глагол не могут быть первообразными, а будут только производными, то есть с добавлением букв. Так, например, шестибуквное имя иктитабун по модели иктитабун по модели ифтиалун, образованного от трехбуквного корня основы кетаба, путем добавления хамзу, второй та и алифа перед последним букв. То же самое и в шестибуквного имя образованного от четырехбуквного корня, например, мутадахаруджун по модели мутафаалилун, от четырехбуквного корня основы дахаруджу, путем добавления двух букв мимо и та в начале. К примеру, в шестибуквного глагола образованного от трехбуквного корня основы, может быть, например глагол Истафара по модели Истафаля путем добавления к корню афара трех букв Хамзы, Сина и Та. Например, шестибуквного глагола образован от производного от четырехбуквного корня основы. Может быть, например, глагол Ихранджама по модели Ифанляля от четырехбуквного корня основы Харджама путем добавления соединительного Хамзы в начале и букву Нун в середину. А что касается семибуквного слова, то здесь мы скажем, что если шестибуквного слова в первообразной форме, то есть без добавления не бывает, то семибуквных тем более у нас не будет. Более того, семибуквным словом производным от трех или четырехбуквных корня основ могут быть только имена и не больше, то есть глагола не бывает. Например, семибуквное имя Истифарун по модели Истифарун, который образован от трехбуквного корня основы Афара путем добавления трех букв Хамзы, Син и Та в начале, а также букву Алиф перед последней буквы. Пример семибуквного имени образован от четырехбуквного корня основы может быть, например, слово Ихарин Джаман по модели Ифанлярун, который образован от корня Харджам путем добавления Хамзы в начале, Нун в середине и Альфа перед последней буквы. Как мы видим, из выше проведенного имя в арабском языке выше статусом, чем глагол. Выше глагол на одну степень. Так, имена в первообразной форме могут быть, например, состоящими из пяти корневых букв, которые, как глаголы не могут. Если перед нами есть, например, какой-либо пятибуквный глагол, то мы уже знаем, что он может быть только производным, образованным, то есть содержащим добавочные буквы. Также у нас, например, есть семибуквенное имя в то время, как семибуквенных глаголов не бывает, не существует. Это, как мы сказали, объясняется высоким статусом именем или существительным перед глаголом. Ведь имя может, например, не нуждаться в глаголе в составлении предложения, например, Мухаммадун Талибун, Мухаммад Судин. В то время, как глагол не может обойтись в составлении предложения без имени, например, Джа Мухаммадун, Причел Мухаммад. А то, что не нуждается в чем-то другом и ином, имеет более высокий статус, уровень перед тем, что в чем-то в другом нуждается Аллаху Алим. Остановимся этим и продолжим на следующем уроке.